Синий угол ринга! Я приглашаю Дмитрия Лаврененко! Итак, второй поединок сегодняшнего вечера в промежуточном весе до 68 килограммов. Вот Риджон Ахмедов, дебютант против Дмитрия Лаврененко. Вот он, Дмитрий, сейчас на ваших экранах. Ну, трудно сказать, кому отдать предпочтение до боя. Ахмедов дебютант, как вы уже сказали, но Дмитрий Лаврененко, несмотря на то, что провел 21 бой, всего в двух из них победил, в 19 закончились для него плачевы. Вот такой, джерный мент, даже не джерный мент, даже не знаю, как назвать. Боксер из Челябинска. Вы так сказали, будто этим все сказано. Боксеры из Челябинска серьезные парни. Да, вот и редко там встретишь. Так вот, 28 лет уже Дмитрию Лаврененко. Последний раз побеждал в 2013 году. У него все таких две. В дебютном бою выиграл. И вот в 2013. Дебют был в 2010. Его соперник Батрежон Ахмедов, который, кстати, выступает под именем Батухан Госкич. Это он выступал также на Олимпиаде за Турцию. Вообще родился он в Узбекистане в 1990 году. В 2005 его семья переехала в Крым, недалеко от города Белогорска. Давно он увлекался боксом, но по каким-то определенным причинам или сложностям не мог выступать и вообще заниматься им профессионально. Вот сейчас он на ваших экранах. Серьезно начал заниматься боксом он только в 18 лет, с самого начала. Первый тренер был Алексей Горинов. Потом он переехал в Батухан, или вот как его здесь называют, Батрижон, в Симферополь. И тренировался у Сергея Лапина. Стал мастером спорта международного класса. В 2013 году на одном из международных турниров его заметил главный тренер турецкой сборной по боксу и предложил выступать за Турцию. Батрижон согласился, переехал в Турцию и уже в 2014 году стал чемпионом Турции по боксу. На следующий год подтвердил это звание. Потом отобрался на Олимпиаду в Рио, но дошел до четвертого финала, где уступил 3-0 Артему Арутюняну, который представлял Германию. Потом вот перешел в профессионалы, и теперь мы увидим... Недолго думал, да, сразу решил уйти в профессионалы. И, как мы уже говорили во время первого дворца, правильно сделал, потому что долго засиживаться, не имея больших перспектив в любительском спорте, смысла не имеет. А попробовать себя в профессионалах. Ну а вот его соперник Дмитрий Лаврененко. Причем Лаврененко дерется довольно часто, но, как я уже говорил, с 2013 года не выиграл ни одного поединка. Дмитрий Болдырев, судьи Уринга, Роман Петров, Ларис Рахмандулин и Максим Рожков. Супервайзер Андрей Черков. Формула боя 4 раунда по 3 минуты. Господа боксеры, удачи по углам. Итак, Батыр Ахмидов против Дмитрия Лаврененко. Четырехраундовый бой в промежуточном весе до 68 килограммов. Первый раунд. Сход уже поддавливает Ахмедов. Лаврененко просто закрывается. Собственно говоря, от него больших атакующих действий мы не ожидаем. И вообще серьезного настроя на победу, наверное, тоже вряд ли. Исходя из его рекорда, исходя из всех его недавних успехов, тут понимать то, что этот парень ринется в атаку, ну, достаточно сложно. Ну, Ахмедов очень так капитально пошел вперед. И вот сильнейшей левой рукой достает цель. Первый нокдаун. Вполне ожидаемый. Давил он на протяжении всего начала первого раунда. И в итоге добился успех. Причем так, без суеты, да, основательно. Пошел, да, да. И вот. Ну, человек, прошедший уже Олимпиаду, достаточно опытный. И вот с эмоциями совладать умеет. Хорошо закручивает, заходит за руку, теряет его Лавриненко из вида. Ну, чуть-чуть, правда, нервничает, конечно, видно. Но очень здорово вот эти вот моменты в атаке, когда он меняет направление. То Ахмедов здесь очень хорошо смотрится. Вот еще раз, раз за разом. Но, правда, без удара пока. Наткнулся. Вот этот сайдстеп с разворотом он сейчас сделал. Замечательный. Я сразу вспомнил Лавриненко. Коронное движение на ногах у Василия такое. Ну, вообще, можно, мне кажется, в боксе ожидать каких-то моментов. Потому что появляются вот такие яркие личности, как Лавриненко. И понятно, что их стиль так или иначе постараются копировать. Боксеры молодые в том числе. Хватит ли таланта и умения? Это другой вопрос. Но попытки, наверное, точно будут. Но здесь мы видим, опять-таки, односторонний поединок. Ахмедов готов очень хорошо. При этом иногда пропускает такие неприятные удары. Сейчас просто споткнулся. Потерял равновесие. В какой-то момент чуть больше суеты у него в действиях появилось. После как раз нокдауна, наверное, попытался очень на эмоциях добить соперника. Но вот... Сейчас успокоится. Лавриненко выстрелся. Ну, в любом случае, он все видит и ведет этот поединок. Ну, вот, посмотрите. Хорошая атака. Заканчивает ударом. Опять-таки, сильнейшие руки под туловищу. Ну, так и вот, короткий на выходе. Не успел перекрыться. Делает шаг назад Лавриненко. Второй нокдаун. Этот уже посерьезнее. Ну, по сути говоря, гонка очень сильно помог Лавриненко для того, чтобы... Продолжить, да, бой? Да, потому что... Сколь долгим будет продолжение, вот вопрос. Вот это первый нокдаун. Несколько ударов пропустил Лавриненко. А вот этот второй, очень хороший, четкий, короткий. От плеча. Раунд номер два. Повреждение. Уже нос, либо... Ну, не похоже, что разбит. Потому что, когда нос разбит, обычно за минуту успевает секундант привести его в порядок. А здесь может быть даже и перелом. Не самая, скажем, необычная для боксера травма. Но здесь просто проблема в том, что дышать становится в разы тяжелее. И так Лавриненко приходилось не очень легко. Тут еще и кислорода будет не хватать. Меньше стал атаковать Ахмедов. Теперь уже выцеливает. Да, он уже хочет наверняка провести удар или комбинацию с конечным ударом. Ну, вот мы видим, да. Лавриненко спасается. Пошел вниз, пытался даже руку захватить Ахмедова. Очень правильно Ахмедову в углу подсказали. Не лети, потому что в какой-то момент начал увлекаться. Опять бить размашистые удары, невыверенные. Здесь надо дорабатывать четко до результата. Ой, что делал сейчас Лавриненко? Ну, так он спасается, собственно говоря. Нет, я имею в виду не сейчас, когда он встал на колено. А секунду мирования, когда опустил руку, бил откуда-то. Весь раскрылся. Жесткий джеб пропускает Лавриненко. Еще один левый. 28 лет. 21 бой за плечами Лавриненко. И такие ошибки делают. Ух ты, вот теперь еще один. Но иногда он не будет отсчитан, но паперкот все-таки пропустил. В общем, даже морально сломил уже Лавриненко. Лахмедов. Все правильно делает рефери. 40 секунд еще. Почувствовал Лахмедов, что удары Дмитрия практически не наносят ему никакого вреда. Спокойно бросается вперед. Иногда даже увлекается лишней. Но очень уж большое желание у него финишировать досрочно. Ну, его можно понять. Первый бой на профи ринге. Соперник самый подходящий для Якова Дмитрия. Да, собственно говоря, позволяет делать все, что хочешь практически. Раз за разом боковые влетают в цель. Уже потерялся Лавриненко. Ну, гонг спасет. С каждым раундом все тяжелее становится. Дмитрию уже спасаться от таких ударов. Причем Лавриненко делает раз за разом одну и ту же ошибку. Даже не после своей атаки, а после того, как атаковал его Ахмедов, он почему-то останавливается и чуть-чуть разворачивается в сторону и опускает руку в переднюю руку. Вот как сейчас, например. Ну, да. Ну, да. Ну, я еще отметил такой момент, что и морально Ахмедов, конечно, подавляет его соперникам. Ну, заряжен, у него начало карьеры, у него хорошая любительская. Да, в начале Дмитрий вышел еще хоть как-то, пытаясь там поработать, да, высоко были подняты у него руки, уходил уклонами. То есть сейчас совсем потерялся. Просто выживает парень. Это уже зажал в углу Дмитрий Ахмедов. Второй раз по туловищу. После оттяжки здорово. Выводит себя раз за разом на левый удар Батыр. И раз за разом этот удар достигает цели. И Дмитрий в очередной раз оказывается в нокдауне. Семь. Восемь. Готов. Бак. Пошел. 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 То есть тотальное преимущество просто Батыра. Стоп. Не жалеет, правда, ни угол, ни рефери боксера. Дмитрий крепкий парень говорит о том, что буду продолжать. Ну, он это желает в каждом бою. Все уже привыкли. В первую очередь, что он сам себя не жалеет. Вот что самое главное. Ну, мы же не знаем. Выходит месяц за месяцем, год за годом в ринг. И каждый раз уходит побежденным. Разбитый, но мы же не знаем, какая у него жизненная ситуация. Может быть, он просто вынужден, что говорится, отдавать здоровье ради заработка. Ну, не думаю, что здесь какой-то такой заработок, ради которого стоит рисковать здоровьем. Но риски, конечно, здесь очень высокие. Потому что выходить против таких вот пока даже дебютантов, да, но который с жестким ударом очень рискован. Ну, смотри, сколько пропускает Лавриненко. И при этом раз за разом встает, продолжает бой, показывает. Ух ты! Вот это левый боковой. Да, но это уже надо заканчивать. Да, все, это конец боя. Тут напропускал достаточно. И тут такая двойка влетела, что парня надо пожалеть просто. Отдадим должное его характеру, но... Все, бой закончен. Но не жалеет, не жалеет Дмитрий. Лавриненко, Батыра Ахмедова с победой. Яркое начало, посмотрим, как будет дальше. Сейчас дождемся официального решения, посмотрим повторы. Первый раунд и первый нокдаун. Ну, как мы отмечали, раз за разом выводил Ахмедов себя под удар левой рукой. И именно эта левая рука поставила финальную точку в этом поединке. Победа техническим нокаутом в третьем раунде. Дамы и господа, нас численно продолжают пребывать на наших зрительских местах. Поэтому давайте все вместе поблагодарим аплодисментами бойцов за прекрасный показательный бой. Да, мог бы он завершиться. И раньше, если бы Гонг дважды не спасал Дмитрия от остановки поединка. Вернее, на двух минутах и восемнадцати секундах техническим нокаутом победу одержал Батыр Ахмедов. Ахмедов... Субтитры сделал DimaTorzok